Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин обещаю, будет интересно. В здоровом теле здоровый дух. Строки из сатиры поэта древнего Рима Ювенала стали лозунгом советских спортсменов в начале 30-х годов 20-го века. В те времена здоровый образ жизни был настолько популярен, что в 39-м году в Советском Союзе начали отмечать День физкультурника во вторую субботу августа. Как в этом году Самара проведет спортивный праздник, мастеру Спорта расскажут. Лидия Рогожинская, замминистра спорта Самарской области и Сергей Четверяков, замруководителя Департамента физкультуры и спорта администрации городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. День физкультурника сам по себе, грандиозный праздник. И в этом году по поручению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина у нас пройдет несколько в новом формате и по сути объединит в себе 10 новых праздников. Праздник основной состоится на второй очереди набережной, на центральной сцене Чекаловского спуска. Начнется в 11 часов и будет проходить по всей набережной в целом. Вместе с этим праздником одновременно 12 числа проведется 9 праздников на территории городского округа Самара в 9 районах. Здесь будет присутствовать огромное количество федераций, кинологический спорт, танцевальные дисциплины, здесь будут проходить мастер-классы, на пляже будут присутствовать пляжные виды спорта, футбол, волейбол, теннис. Центр спортивной подготовки сборных команд Самарской области прям непосредственно на песке, да, закончит свое месячное мероприятие финальным аккордом, будет проходить финал ГТО среди семейных команд, будет финальное мероприятие оранжевого мяча и, конечно, лет с футбольным мячом. Вот такая огромная насыщенность, настольный теннис, шахматы, все это будет присутствовать на набережной. Поэтому приходите, смотрите, участвуйте, получайте призы и подарки. Сергей Валентинович, ну расскажите, что будет происходить в районах и где, если возможно. Для тех, кто не доедет до набережной, до второй очереди набережной, то в каждом внутригородском районе нашего города состоятся свои спортивные праздники. Например, в железнодорожном районе праздник будет проходить на территории парка имени Щерса. В Кировском районе спортивный праздник будет около физкультурно-оздоровительного комплекса «Невский», который открылся в прошлом году. В Красноглинском районе на стадионе «Чайка», в Куйбышевском районе на базе спортивной площадки образовательной школы номер 21 по улице Силаева 1. В Ленинском районе спортивный праздник пройдет на первой очереди набережной на спортивных площадках под Струковским парком. На Октябрьский район ждет своих жителей на проспекте Ленина 1. Промышленный район – территория парка имени Гагарина, детский стадион. Советский район в парке «Дружба» и Самарский район на третьей очереди набережной на спортивных площадках у речного вокзала. Программа также обширная, каждая программа в каждом районе имеет свои особенности, но везде будут присутствовать и члены правительства Самарской области, представители администрации городского округа Самара, будут известные спортсмены, почетные гости, будет торжественное награждение работников физической культуры и спорта района наградами районными и департаментами Министерства спорта. Планируем также организовать вручение, торжественное вручение значков ГТО, сдача норм которых проходила в этом году. Значки уже пришли, поэтому награды найдут своих героев. Чем порадовали самарские спортсмены и не только самарские, но и по области? Есть какие-то у нас достижения в физкультуре и спорте в этом году? Я не зря отметила, что закончились 30-го числа Сурлимпийские игры в турецком Самсуне, и в числе 334 человек сборной России 14 спортсменов представляли наш регион. И 14 спортсменов в нашей области, где были, конечно, и городские, и самарские, и итальянские спортсмены, было завоевано 8 медалей разного достоинства, 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. И мы обязательно будем чествовать наших спортсменов и в министерстве, и департаментом, я думаю. И губернатор обязательно будет встречаться с этими спортсменами. Наверное, это главная заслуга сегодняшнего сезона. Вместе с тем у нас есть чемпионы Европы в борьбе с самбо, за территорию городского округа Самары. У нас сейчас закончилось первенство мира по баскетболу, только что прошло чествование спортсменов. То есть говорить о том, что подводить итоги полугодия, как всегда, очень важно. И мы хотели бы их подвести конкретно на дне физкультурника. И я хотела бы сейчас отметить, что спорт высших достижений это очень хорошо, очень замечательно, когда ребята на них равняются. Но вместе с тем, в чем будет заключаться главное, наверное, как любит говорить сейчас молодежь, фишка сегодняшнего праздника, будут выдаваться флайеры. И чем больше интерактивных площадок ты посетишь, примешь участие на них, и тебе поставят, в общем-то, отметку о том, что ты в итоге, по большинству полученных этих печатей, выявляется победитель, самый активный участник этого праздника, и который обязательно будет чем-то награжден. Это все будет в каждом внутригородском празднике, в каждом. Там обязательно будет присутствовать, в том числе, и один из знаменитых спортсменов. Вот в том же парке Щерса будет проводиться мастер-класс спортсменов-фехтовальщиков, одних из сильнейших в Российской Федерации, да, школы на территории городского округа Самары и государственного учреждения. Поэтому, чем активней сейчас, да, вы вовлечетесь в эту ситуацию. Мало того, идет очень активное тиражирование в социальных сетях. Группа ВКонтакте создана, где вы тоже можете выкладывать фотографии, участие на площадках. И по итогам этого конкурса вы получите абонемент в один из спортивных объектов нашего города. Поэтому я думаю, что самое главное прийти самому, попробовать, поучаствовать, пообщаться со спортсменами в высоком уровне и просто с людьми, которые, в общем, любят и поддерживают физическую культуру и здоровый образ жизни. Сергей Валентинович, что можно сказать вообще о физкультурном движении в нашем городе? Физкультурное движение в нашем городе было, есть и будет. И физкультурники – это не те, кого нужно заставлять, а те, которые по собственному своему убеждению этим занимаются. Наглядный пример этому – это фитнес-сообщество, количество занимающихся, которое неуклонно растет. Они сейчас при поддержке департамента спорта города организованы бесплатные занятия в парках, на набережной. Департамент спорта всячески будет поддерживать. Это наша работа. Достаточно просто проехать мимо любой площадки. Она всегда заполнена людьми, которые на ней играют. И это было давно понятно, что нужно просто создавать условия. Сейчас в городе за последние годы построено более 60 спортивных площадок. Ну, нет, не было никогда такого. Сейчас увеличилось количество команд, играющих в турнире «Золотая шайба». Если мы в конце 2009-2008 год проводили соревнования по «Золотой шайбе», у нас три команды в возрасте набиралось. Мы с трудом набирали трех команд. В этом году прошедшим было уже 25 команд. Я хочу сказать, что построено огромное количество действительно доступных площадок с различными покрытиями, на которых работают, в том числе, инструкторы по месту жительства. Развитие инфраструктуры, оно очень благоприятно сказывается, в том числе и на занятиях систематических нашего населения физкультуры и спорта. Кстати, и состояние здоровья свое можно будет проверить, в том числе на дне физкультурника, потому что Государственные бюджетные учреждения, Министерство здравоохранения тоже выставляют свою площадку на набережной. И вы можете, в общем-то, чуть-чуть о своем состоянии здоровья узнать, в общем-то, из... Это на главной площадке. На главной площадке, да, на второй набережной. Мало того, я хочу еще сказать о том, что, я насколько знаю, департамент выставляет информационную площадку, где будет рассказано о учреждениях муниципальных, государственных, в том числе, да, школах спортивных, которые находятся в городе Самара, в том числе, где можно своего ребенка безвозмездно привезти и записать в секцию по различным видам спорта. Каждый желающий может узнать о муниципальных спортивных учреждениях, какие секции у нас есть, какие виды спорта, скольки лет можно заниматься спортом. Приглашаем их. Она будет работать в районе ресторана «Мяснов», где спортивные площадки, где будет проходить финал лет с футбольным мячом. Праздник закончится уже ближе к вечеру. Все, кто будет принимать в нем участие, получат, наверное, целый яркий букет впечатлений и здоровья. И заряд бодрости. Заряд бодрости и духа. Да, присоединиться, побыть в массе вот этих людей, которые ведут здоровый образ жизни, для которых физкультура и спорт – не просто слова. Это был День физкультурника на телеканале Самара Гиз в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь. С вами увидимся через неделю вечером без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова